Здравствуйте! Мы сегодня поговорим дальше о конструкции самолета, о радиолокационной станции, РЛС заднего обзора, подвесное разведывательное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы и подавления комплексов ПВО, и также средства наведения бомб и ракет по наземным целям. Начнем с того, что радиолокационная станция, то есть РЛС переднего обзора, радиолокационная станция самолета Су-34-6141 предназначена для обнаружения наземных и воздушных целей, дальность обнаружения крупных наземных целей до 200-250 км, типовых наземных целей до 150 км, с идентификацией типа цели как потенциальные танки и БМП на гусеничном ходу до 75 км, крупных воздушных целей без ТЕСЛ технологий типа транспортные самолеты составляют до 250 км, малых воздушных целей типа истребитель до 90 км. РЛС поддерживает сопровождение до 10 целей и обстрел 4 целей, а также рассчитано на ассистирование наведения ракет воздуха с собственными радарами путем подсветки целей для РВВ, АЕ и Р-27, а ракеты для ближнего боя Р-73 и инфокрасные ГСН РЛС обеспечивают выдачу первоначальных координат целей, да и РЛС имеет функцию как выполнение полета на предельно малых высотах с автоматическим огибанием рельефа местности ТФР. РЛС заднего обзора во время разработок и постановок в серию неоднократно декларировалось наличие на самолете РЛС обзора задней полусферы, что находится в хвостовой балке. Известно то, что именно из-за планов об установке таковой системы была значительно увеличена хвостовая балка самолета, да и известно то, что на именование РЛС-НО-12 официально в наличии либо отсутствии данной РЛС-информации нет. По данным российской историка авиации Николая Якубовича, РЛС-НО-12 не вышел в итоговый состав радиоэлектронного вооружения Су-34 и не устанавливался на серийных самолетах. По состоянию на 2018 год, а РЛС, точнее его отсек, занимает вспомогательная силовая установка мощностью 100 кВт. Эксперт упоминает, что в теории возможны замены ВСУ, расположенные в данный момент в законцовке хвостовой балки НО-12 в ходе глубокой модернизации проекта. Подвесное разведывательное оборудование. Вариант УСУ-34 как самолета-разведчика имеет с оборудованием подвесного универсального контейнера разведки УКР Сыч. Разработан в трех вариантах и в зависимости от вида данной разведки. Первое радиотехнический, второе радиолокационный и третье оптический. Средства радиоэлектронной борьбы и подавления комплексов ПВО радиолокационным станциям наведения противника. В случае своего обнаружения СУ-34 оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы и уменьшает вероятность поражения СУ-34 системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Оснащение комплекса самолета близко к оснащению спилизированных самолетов РЭБ мощностью РЭБ УСУ-34 по оценке западных экспертов примерно аналогично уровню оборудования самолетов ЕФ-111 и ЕА-18Г. Комплекс РЭБ СУ-34 имеет приемники обучения внешней РЛС и может использовать РЭБ Хибины изделия Л-17В или Л-005С и Сорбция С. Также для огневого поражения РЛС систем ПВО противника СУ-34 может использовать ракеты Х-58, Х-15П, Х-31П на дальностях 180-250 километров. Эффективность комплекса РЭБ была проверена во время военного конфликта в Грузии, где СУ-34 использовался как самолет радиоэлектронной борьбы. Всем спасибо за просмотр и извините, что средства наведения бомб и ракет по наземным целям нету. Не успела, к сожалению. Извиняюсь за это.